Перед новогодними праздниками учащаются случаи сбыта фальшив в банкнот. Чаще всего в руки граждан попадаются купюры номиналом 5000-2000 рублей. При этом отличить фальшивые деньги от настоящих может каждый, если знать признаки подделки. Денежные купюры подлинные изготавливаются с использованием специальной технологии, включением и добавлением в структуру льна и хлопка, что делает ее высокопрочной и, соответственно, обо все изображения на ней являются яркими, красочными. Поэтому, если вы видите на денежной купюре осыпание краски, а также расслоение листов бумаги, это уже должно вас насторожить и свидетельствовать о том, что денежная купюра является подложной. Наглядно я могу продемонстрировать это на денежной купюре номиналом 5000 рублей. Мы отчетливо здесь видим, что расслоение денежного, то есть денежного билета. То есть денежный билет состоит изготовлен из двух листков бумаги. Кроме этого, на данной денежной купюре мы при номинале, цифре, мы видим отчетливо осыпание красителя, краски. Кроме этого, одним из признаков также поддельности денежных билетов является наличие шероховатости. В защитный комплекс входит такой признак, как микроперфорация. На подлинных денежных купюрах микроперфорация тактильно не ощущается на поверхности. При контакте и на подложных денежных купюрах, если вы будете проводить рукой, вы можете увидеть, что нарушение целостности бумаги, что также говорит о том, что данный денежный билет является подложным. Еще один наглядный признак, который позволит вам сделать вывод о подлинности купюры – это защитная лента. На настоящих денежных купюрах защитная лента включена в структуру бумаги и представляет собой единое целое. Единое целое содержит голографические изображения номинала. На купюре 5000 рублей – это 5000 рублей, на денежной купюре 2000 рублей – это 2000, цифры 2000 рублей. При перемещении денежной купюры под разным углом зрения мы отчетливо видим перемещение знака 5000 рублей и также надпись «Центральный банк России». На денежной купюре 2000 рублей, номинал 2000 рублей, кроме этого цифры относительно другого перемещаются и имеют разную окраску. Чаще всего сбыт фальшивых купюр происходит в местах торговли, в том числе рынках и заправках Ставрополя. Связано это с отсутствием возможности записи купюры, фиксации происходящего на камеры наблюдения. При этом граждане задаются вопросом, что делать и куда обращаться при нахождении купюры у себя в кошельке. Если человек, гражданин, обнаружил у себя дома в кошельке сомнительную фальшивую денежную купюру, то ему, естественно, необходимо обратиться в территориальный отдел полиции, либо же по номеру, по мобильному телефону, это 102-112. А если он уже расплатился? Если уже расплатился человек, да, приобрел товар, то есть сотрудники полиции установили, что именно данной купюры расплатился гражданин, то его установят, вызовут для дачи объяснения, предложат пройти определенные мероприятия. Если же в ходе оперативно следственных действий будет установлено, что данный гражданин не умышленно осуществил сбыт данной купюры, то ему, в принципе, ничего не будет. Денежные подделки в основном изготавливаются в соседних субъектах. Дальше попадают Ставропольский край, а позже в карманы ни о чем не подозревающих граждан. Фальшивые купюры в наше время не редкость, поэтому жителям Ставропольского края нужно всегда оставаться бдительными и не забывать про меры предосторожности. А если вы попались на удочку мошенников, то всегда обращайтесь за помощью в соответствующие органы. Ангелина Полякова, Евгений Зорин, АТВ Ставрополь. Продолжение следует...